Здравствуйте! В студии по телефону 8-495-508-86-84. Прошлым летом стартовала региональная программа «Активное долголетие». Жители серебряного возраста включились в работу с первых дней. Весело и познавательно проводить свой досуг хотели многие. Сегодня подведем первые итоги в нашей студии директор Центра реализации социально-культурных проектов Иван Браман. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Валерия. Женщины 55+, мужчины 60+, и не только. Об этом тоже сегодня поговорим. Это ваша возрастная группа. Люди, для которых жизнь после вступления в клуб «Активное долголетие» раскрасилась яркими красками. Иван, я предлагаю, прежде чем мы приступим к нашему разговору, все-таки вспомнить, как все начиналось. И давайте посмотрим сюжет об открытии второго штаба клуба «Активное долголетие». Давайте. В Одинцовском округе заработал второй клуб проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Торжественное открытие новой локации прошло в библиотеке номер один. Безусловно, решение было принято вместе с жителями, с нашими «Активное долголетие», потому что их становится каждый день все больше и больше, уже более двух тысяч активных, заряженных энергий, позитивных людей, которые каждый день ставят новые задачи. Нужно заниматься спортом, где-то нужно заниматься танцами, петь, развиваться, рукоделем. И многие-многие эти направления не поместились просто в нашем первом клубе, который мы открыли в парке имени Ларисы Лазутина. На празднике в честь открытия было очень много гостей. Вместе с главой поздравить всех участников «Активного долголетия» приехали актеры театра и кино Александр Михайлов и Вячеслав Разбегаев, а также депутаты Ларисы Лазутина и Оксана Пушкина. Очень хорошая программа, она очень искренняя, она очень правильная. Она направлена, знаете, вот они все общаются, они все, у них живой глаз, они на таком позитиве, и к ним хочется прикоснуться, потому что устаешь очень от негативных эмоций, от суеты нашей жизни. И вдруг эти женщины, которым через три года одна мне сегодня сказала, мне будет сто лет, и я говорю, можно я к вам прикоснусь? Передача поколений, смена поколений, общение очень важно. Теперь в первой библиотеке расположены лаунж-зона, зал для динамических занятий с уникальным чудо-шкафом для рукоделия. Участники «Активного долголетия» очень рады и программе, и открытию нового клуба. Круга друзей ширится, интересы наши тоже расширяются. Очень хорошо, очень интересно, и мы ждем следующих встреч. Здесь будут проводиться занятия по вокалу и курсы компьютерной грамотности в специально отведенной зоне. Активными помощниками участников клуба на празднике стали представители молодой гвардии «Единой России». По словам председателя Михаила Серегина, ребята работают с нашим старшим поколением не впервые. Мы встречаем гостей, участников «Активного долголетия», помогаем им, провожаем, отзываемся на их просьбы и участвуем в самоорганизации мероприятия, в его проведении, в процессе. Гости душевного праздника в честь открытия клуба услышали в этот вечер много хороших песен и огромное количество поздравлений и очень теплых слов. Напомним, что записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Для этого нужно оформить заявку в Центре социального обслуживания или в специальном приложении «Мобильный центр социальных услуг». Иван Александрович, какая энергетика, какой задор, вот прям белой завистью смотрю на этих бабушек, дедушек, даже вот сложно назвать их так. Мне кажется, это очень активные, позитивные, энергичные, молодые душой люди. Вот все-таки насколько изменилась их жизнь за этот год? Вы знаете, такой непростой вопрос, да, сказать, насколько изменилась их жизнь за этот год. Вообще хочется сказать, что у нас в Одинцовском округе порядка 86,5 тысяч человек-пенсионеров, но, увы, к сожалению, пока еще не все они члены клуба «Активное долголетие». Но мы к этому стремимся. Ну да, конечно, мы для этого и работаем, для этого и создаем такие чудесные мероприятия, открываем клубы. В данный момент у нас чуть больше двух тысяч человек участников «Активного долголетия». И я все-таки надеюсь и искренне верю, что их жизнь с момента появления данного проекта, с момента реализации его и открытия клуба, и в планах еще одного клуба в Одинцовском округе открыть, она, конечно, изменилась в лучшую сторону. Они стали более позитивные, энергичные, веселые. Мне кажется, о многом говорит то, что они ведь на встречах и с Андреем Робертовичем всегда говорят, что «А нам бы еще хотелось вот это направление, а можно вот нам и…» Неуемное, согласен, да. Да, еще попробовать какие-то новые танцевальные направления и спорты, то есть активности. Вот, ну, прям даже думаешь, ну, как-то, может быть, надо по-другому. Форум молодым дадут, да, на самом деле. Их не надо уговаривать. Вот говоришь, а давайте, и они уже все, вот они уже дали, они уже все стоят, и они уже что-то делают, и они уже впереди тебя. Вот прям, вот я искренне радуюсь вот такой энергии этих людей. Вот все-таки сказали, что пенсионеров гораздо больше, чем членов клуба активного долголетия. Как к вам попасть? Давайте тогда сразу расскажем вот рекламент. Давайте, давайте. Попасть достаточно просто. Ну, есть один способ, это зайти на сайт Мусред, активное долголетие, выполнить все по полочкам. Но это мы надеемся, что скоро будем все уметь, когда овладеем полностью компьютерной грамотностью. Вторая часть, второй вариант, это прийти в учреждение социальной защиты, заполнить определенные заявления по определенной форме. Там же пишешь свои координаты и пишешь то, чем бы ты хотел заниматься еще, чтобы сразу уже мы понимали, какой запрос, обратная связь. Кроме того, мы сейчас, можно прийти во все места, где работает этот проект активное долголетие, и преподаватели, инструкторы, они помогут дальше сделать все для того, чтобы ты зарегистрировался в проекте активное долголетие. Ну, то есть, все достаточно просто, главное – желание. Главное – желание, да, захотеть стать членом клуба «Активное долголетие», влиться в ряды вот этих веселых, энергичных людей и быть молодым, бодрым и веселым. Скандинавская ходьба, йога, зумба, различные творческие мастер-классы, экскурсии – и это еще не все. Какие сегодня направления активно развиваются в клубе «Активное долголетие»? Сложный период мы пережили, да, и сейчас потихоньку из него выходим. С 1 августа нам было разрешено занятия, были разрешены занятия на улице, этим мы, конечно же, воспользовались. Мы тут же вышли все на улицу, потому что всем уже надоело сидеть дома. Поэтому вот то, что мы говорили, скандинавская ходьба, зумба, йога, различные зарядки, дыхательные практики – это с 1 августа на улице мы активно используем. Постарались выбрать излюбленные места – это парк имени Лазутина, это наш центральный парк «Баранка» возле администрации, ну и ряд других таких знаковых мест. С 15 числа нам разрешено уже начинать занятия в помещениях. Как, наверное, этого ждут все участницы? Ну, вы понимаете, тут какой момент? С одной стороны, да, мы ждем, но погода-то какая хорошая, и все-таки мы вот разрываемся, и тоже народ с небольших вот так дали варианты. На улице остаемся или в помещении? Ну, давайте продолжим на улице. Хочется солнце, хочется еще поймать эти солнечные, да, зенки. В помещении мы уйдем, осень наступит, дожди пойдут, снег, и мы, конечно, там сядем основательно. Вот, пока мы вот все-таки… Пока все на свежем воздухе. Я хочу напомнить, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию, задавайте вопросы гостю или просто рассказывайте свою историю, как на заслуженном отдыхе активно проводить время, свой досуг. А мне подсказывают, что у нас на связи Елена Петровна Сорокина. Она готова поделиться своей историей. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Петровна. Как вы попали в Клуб Активное Долголетие? О программе Активного Долголетия я узнала членов клуба любителей истории. Записалась в Активное Долголетие, выезжала на экскурсии, занималась спортом. Ну, вот во время пандемии сидели дома, но организаторы Активного Долголетия нас не бросили. Проводили викторины на различные темы, проводили конкурсы чтецов, в которых я активно принимала участие. Вот сейчас постепенно ограничения снимаются. Занимаемся на баранке на открытом воздухе с большим удовольствием. Выезжали на небольшие экскурсии. Елена Петровна, но вот все-таки благодаря Клубу Активное Долголетие ваша жизнь изменилась? Она приобрела новые краски? Стала более активной. У меня появились новые увлечения. В конкурсе чтецов участвовала, в викторинах, в которых я никогда не участвовала, проявила вот себя в этих. Так как человек активный я, общительный, появились новые знакомства, новые увлечения. Очень благодарна Активному Долголетию за это. Ну, как вы считаете, нужно вступать в ряды Клуба Активное Долголетие? Обязательно надо, обязательно. А вы готовы принять новых членов вообще? Вот насколько вы гостеприимны? Я всем рассказываю, всем пытаюсь привлечь к этому. Спасибо вам огромное за вашу историю. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию по телефону 8495 508 86 84 и рассказывайте свои истории. Мне подсказывают, что у нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, Иван Александрович. Добрый вечер. Соскучилась. Представьтесь, пожалуйста, чтобы узнали, кто соскучился. Валентина Калуга, руководитель хора, но мой Ивановский напевы. Мы давно не виделись из-за пандемии. Поэтому я скучаю по нашему клубу. Мой хор практически весь члены клуба Активное Долголетие. И вот и сегодня даже уже себя в репортаже посмотрела, когда было открытие второго клуба. Спасибо большое. Там я на мастер-классах по рукоделию. И соскучилась. Я еще называю клуб веселых и находчивых. Соскучилась. И в ближайшее время, значит, в ближайшее время мои девчата, вот они сейчас рассыпались еще в течение лета по огородам. По всему району, там, со внуками, с правнуками, вот. На поселке нас как бы мало из хоровой группы. Но все равно мы скучаем и хочется уже с вами встретиться, за ручку подержаться, посмотреть глаза в глаза. Что-то где-то там в клубе конкретно. А какие, может быть, вам бы хотелось, чтобы направления новые появились в работе клуба? Есть запрос? Вот так, если от меня какое направление? Ну вот сейчас даже и подумать, как-то я конкретно не задумалась, но просто вот увидела, соскучилась. Люблю этот клуб, люблю общаться, потому что мы с Иваном Александровичем были и на крещение в храме Георгия Победоносца. Ну много-много мы прошли там уже дорог, тропинок, маслицу закрывали 1 февраля в парке Раздолье, потому что там члены хоровой группы моей были. А направление, будем так правильно, вот вы говорите, привлекайте людей, побольше всяких там точек соприкосновения, где танцы, где какие-то, может быть, на месте интересные концерты. Вот, допустим, так, собрались тут же кто-то, кто-то поет, кто-то танцует, какие-то концерты разных тематических групп. Вот даже в самом клубе, когда вдруг там дождик, да, запросил, и мы не можем на улице, значит, мы собрались, лишний раз хор что-то споет, лишний раз какие-то танцоры что-то потанцуют, кто-то стихи почитает, кто-то еще там на голове будет ходить, какие-то фируэты делать, акробатика какую-то, какие-то совместные вот такие, как бы, как это, мероприятия, да? Вечера микс, микс, да, когда вот разные направления, и вот так вот встречаются люди с разными творческими, как это, вкусами. Я думаю, что Иван Александрович обязательно возьмет на вооружение, спасибо вам за звонок, за такое признание в любви, вот, наверное, вот ради только этого стоит работать и двигаться дальше, и открывать новые направления, и новые филиалы клуба «Активное долголетие», потому что, конечно, такая благодарность, это дорогого стоит, правда. Согласен, согласен. Иван Александрович, вы уже, ну, мы затронули тему пандемии, да, и, безусловно, говорили о том, что достаточно сложно переживали и вы, и участницы клуба, было всем находиться сложно, да, в режиме самоизоляции. Но, тем не менее, нам уже рассказала Елена Петровна, что, в общем-то, активность-то не прекращалась, да, она просто перешла в совсем иной режим. Как провели эти месяцы? Вдали друг от друга. Да, ну, дальше сейчас хорошо, цифровые технологии, да, формат онлайн, конечно, тяжелый был вход в этот процесс, он, на самом деле, это же все в момент нагнетается, а наши, наши, наши девушки, они достаточно восприимчивы, это все через себя пропускают, но с первых минут, вы знаете, с первых дней включились, мы шили маски и раздавали их нуждающимся, мы начали акцию «Читаем врачей для врачей», в поддержку врачей, которые работают, читали Чехова, участвовали в различных конкурсах, овладевали различной компьютерной грамотностью, программами, снимали, потом сами делали ролики, размещали это все в группах, в Инстаграм, ну, то есть, к 9 мая, к 1 июня, то есть, ко всем праздникам мы старались быть активными. Мы, это, я имею в виду всех членов клуба, конечно же, и песни под гитару были у нас, и разные варианты, поэтому мы, наверное, не были так далеки друг от друга, мы все-таки жили одной семьей, но только в формате онлайн. В сердце трепетало, когда прочитали постановление губернатора о том, что с 1 августа это частично разрешены занятия, и можно проводить на свежем воздухе. Да, конечно, все же ждали, ждали, ждали этого. Как это было? Ну, все же, как всегда, начинается все со слухов, вот все, все же ждем, ждем, первый этап ограничения, и все мы вот ждем, когда, когда, и потом уже читаем пост Андрея Юрьевича Воробьева, и уже смотрим там, и не верится, и давайте надо официально это, вот с одной стороны, ты пост губернатора прочитал, нет, 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 надо все равно зайти на сайт, найти постановление, выбрать это, найти эту строчку, ну и все, и тут же в группе, и тут же мы это разместили, и давай все сразу обсуждать, планы строить, что, как, вот куда, кто, как. И первая была зарядка на центральной площади. Да. Почему? Ну, во-первых, всем хотелось активности. Пойти куда-то далеко, ну, есть, как, намоленное место спортивное, да, в парковине Ларисы Евгеньевны Лазутиной, но там мы все были, там все работает, и там спортсменов много. А нам хотелось что-то новое, и так, чтобы вот достаточно много хороших скверов, парков, и уже давно такая была идея выйти в парки, выйти в скверы, так, чтобы было удобно, недалеко идти комфортно и собственным примером показать другим людям, как можно проводить время свободное, что и старшее поколение может на газончике с инструктором сделать красивую зарядочку, подышать, потянуться. И знаете, в чем прелесть этого всего? Очень много людей прогуливается, людей старшего возраста, видят это, подходят, интересуются, записывают, присоединяются к этой зарядке. Это пиаракция. Да, ну, да, не без греха, да, конечно же. Было интересно, что даже молодые люди присоединялись, видел, девушка тоже постояла, послушала, а можно, да, пожалуйста. Ну, как раз это дни физкультурника, дыхательные практики, и народ присоединился, молодого поколения, и тоже вместе с нами, это оздоровился, подышал. А я предлагаю посмотреть, как это было, первое мероприятие после пандемии, зарядка в центре города Одинцова. Людмила Трофимовна... Замок, круговые вращения, раз, два, три, четыре, пять. Вдох глубокий, ноги шире. На зарядку вышли самые активные жители Одинцовского округа, участники проекта «Активное долголетие». Дома в режиме самоизоляции они провели несколько месяцев, и теперь с новыми силами наверстывают упущенное. 3 августа Одинцовский клуб возобновил свою работу, пока только на свежем воздухе и с некоторыми ограничениями. Социальная дистанция, определенное количество в группах, поэтому вот мы с соблюдением этих норм сейчас станем. Ну и, конечно же, мы тоже ограничиваем количество, потому что хотят прийти все, хотят прийти все, но поэтому и делаем череду зарядок, и сейчас будем рассматривать, может быть, и на других территориях тоже вводить такую практику. Драм-кружок, кружок по фото. Татьяна Гурьянова старалась не пропускать занятия проекта «Активное долголетие». Домоседкой стала вынуждена, как и ее коллеги по клубу, из-за эпид-обстановки. Спасали вязание и прогулки с собакой. Хотя режим самоизоляции на физической форме все-таки сказался. Вот здесь немножко побаливает, потому что я все-таки, я руками, правда, делаю дома упражнения, но все равно, вот здесь совершенно другое, потому что другие упражнения. Я вот эти все забыла. Мы ходили сюда в библиотеку, но я все эти забыла упражнения, честно. Ногами я тоже делала, но все равно. Здесь с тренером, конечно, все лучше. Главное – не переборщить. Физнагрузку тоже нужно дозировать, а после долгого перерыва даже профессиональным спортсменам требуется время на раскачку. Долго люди не занимались, поэтому не было какой-то большой нагрузки. Я постарался какие-то дать базовые упражнения из суставной гимнастики на все группы мышц. Улучшать форму участники клуба «Активное долголетие» теперь будут трижды в неделю. А с 15 августа робко, говорят организаторы, возможно, возобновятся занятия других кружков и секций проекта. Возобновились другие кружки? Робко говорим, да. Робко вы говорили о том. Возобновились. Что сейчас проводится в данный момент? Какие еще активности, помимо заряда, скандинавской ходьбы, прогулок на свежем воздухе? Творчество. Творчество. Начинаем потихонечку рисовать, делать что-то своими руками. И вот к этому начинаем прикасаться. Ну и планы там. Как-нибудь потом отдельным сюжетом, отдельным эфиром мы, наверное, проговорим, когда будем готовы, потому что планы в громадье. Мы знаем, что у вас всегда очень много идей, очень много интересных проектов. Вот сейчас смотрели этот сюжет, и такой один важный очень момент, что все инструкторы, которые занимаются с членами клуба «Активное долголетие», это профессионалы, и именно профессионалы в области занятий такой физкультуры, вот именно с этой категорией населения. Потому что здесь, конечно, очень важно не переборщить с нагрузкой, не дать тот комплекс упражнений, который может навредить каким-то образом здоровью. Да, вы правы, вы очень верно отметили, что это действительно так. Как подходили к выбору тех, кто будет работать с вашими членами клуба? Ну тогда, видимо, настал тот момент, когда можно сказать слова благодарности коллегам в отрасли физической культуры и спорт, которые нам рекомендовали, мы обратились к руководству, нам сказали, вот, пожалуйста, ребята, которые умеют, могут, знают, и не навредят, что самое главное. И эти ребята сейчас работают, и Глеб замечательно проводит эти занятия на улице, и в восторге от него все наши бабушки. Кстати, благодаря пандемии я хочу сказать о том, что возможности клуба «Активное долголетие» не расширились, в том числе и в телевизионном формате, ведь у нас сейчас на нашем канале каждую неделю проходят такие физические разминки. Ну, опередили вы меня, я только хотел тоже сказать, надо поклониться вам и сказать большое спасибо вам, вашему телеканалу, потому что на самом деле это было большое подспорье вот в период пандемии, когда мы тоже опубликовали в группе, что ребята, смотрите телевидение, Одинцовское телевидение, три раза в неделю, три направления, ну это просто фантастика, большое вам спасибо. Ну, я хочу сказать, что проект продолжается, и сейчас, и он востребован, а у нас есть звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Степанькова Галина Борисовна, руководитель клуба «Ветеран» Одинцовского комплексного центра социально обслуживания населения. Здравствуйте, Галина Борисовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте вашу историю. Ну, вы знаете, история такая, мне, во-первых, хочется сказать, очень много слов приятных, с этого и начать. Причем заслуженных слов. С удовольствием. Спасибо активному долголетию общения города Одинцова, который работает активно, креативно. Спасибо команде активного долголетия. В первую очередь Никите Еленко, Муравлева Ирина Валентина, что мы оказались в первой группе обучающихся, где мы стали постигать науку, как работать с современными телефонами, с смартфонами. Хотя немножко владели, но все-таки не совсем так. Спасибо за прекрасный проект, твой друг, смартфон. Значит, первое занятие у нас прошло 18 августа этого года в школе номер 9. Много нового открыли для себя, полезного в работе с айфонами, смартфонами. Спасибо за заботу о старшем поколении. Благодаря такому новому подходу связь старшего поколения с молодежью дает возможность старшего поколения идти в ногу со временем. Обучение было очень организовано на высоком уровне, доступная программа. Ребята очень хорошо к нам отнеслись, отвечали на все наши вопросы и сами нас обучали тому, чего мы не знаем. Хочу сказать большое спасибо, знаете, еще директору школы 9, Кушко Зои Леонидовне, педагогам, кураторам, молодым нашим ребятам, преподавателям школы номер 9. За один урок мы столько получили, и не только знаний, но и хорошего настроения. Спасибо активному долголетию, мы с вами. Спасибо, Галина Борисовна, за такой эмоциональный звонок, спасибо вам, спасибо, что вы являетесь активным представителем клуба «Активное долголетие». И, кстати, сказали, вот прям буквально сняли с языка, хотела перейти к новому пилотному проекту, который вот буквально вчера стартовал на территории округа, называется он «Твой друг смартфон». Вот то, о чем рассказывала Галина Борисовна, она проходила обучение в девятой школе, а наша съемочная группа оказалась в Звенигороде. Несколько слов, и посмотрим сюжет об этом пилотном проекте от вас, Иван Александрович. Да, да, да. Перед тем, как вы посмотрели сюжет. Я думаю, что вы все рассказали, что еще рассказывали. Да, действительно. Как родилась идея? Почему? Почему твой друг смартфон? Ну, идея в голове была очень давно, действительно. Но идея была как раз именно связи поколений. Вот все-таки молодежь и старшее поколение, они должны все-таки были где-то в хорошем месте и в хорошей точке пересечься на благо друг друга. Хорошее место — это школа. Это школа, да. И здесь особые слова благодарности Управлению образованием Дмитрию Олегу Васильевичу, что он поддержал нас тоже именно в реализации данного проекта. А когда был большой запрос на курсы компьютерной грамотности, но мы все-таки попытались получить обратную связь и понять, вот компьютерная грамотность, а что все-таки вы ждете от этого курса. И фактически 99% сказали, что нам надо понять, разобраться, что вот это за штучка смартфон. Потому что, ну да, позвонить, что-то прочитать, но даже они задавали нам в группах вопрос, а как присоединить фотографию, а как сделать еще что-то, а как понять другие функции. А были такие вопросы, а как оплатить квитанцию за ЖКХ? Да, безусловно, и ЖКХ, и госуслуги, и поликлиника. А в телефоне, да, можно же все. Тем более, вот как раз пандемия нас к этому делу и подвела, что все-таки вот перед тобой лежит гаджет, и ты можешь с него выполнить практически все. И поэтому мы вот как раз, раз уже долго-долго думали, ну и тут уж сам Бог велел все-таки реализовать данный проект, написали концепцию, защитили, получили одобрение, слова благодарности двум директорам школ, четвертый, извини, город, девятый, одинцово поддержали, включились по полной программе. Ну и, конечно, ребята, которые наставники, тьютеры, которые вот были учениками, а вчера они уже стали преподавателями-консультантами. Давайте все секреты не рассказывайте. Давайте не будем, посмотрим сюжет. Давайте посмотрим сюжет. Внимание на экран. Людмила Трофимовна с опаской держит в руках свой смартфон. Пока они так и не подружились. То ли руки не слушаются, то ли телефон живет своей жизнью. Это предстоит выяснить опытным наставникам. Вместе с другими пенсионерами Людмила пришла на занятия по информационной грамотности. Урок состоялся в рамках пилотного проекта «Твой друг смартфон». Цель проекта, помимо того, чтобы получить информационную грамотность, это общение. Общение двух поколений. Да, там, поколение двух разных поколений. Цена, разрешение экрана, оперативная и физическая память. Это и многое другое успели обсудить участники проекта. Особенность занятий – индивидуальный подход. За каждым пенсионером закреплен юный наставник. По словам организаторов, пользу от такого взаимодействия получат не только пенсионеры, но и ученики. Навыки наставника для школьников, знания для взрослого поколения. Во-первых, не у всех пенсионеров есть дети, которые могли бы им помочь в этом, и поэтому они приходят к нам. А важно это потому, что в современном мире невозможно без цифровизации. Даже после одного занятия Людмила Трофимовна почувствовала уверенность в себе. И теперь смартфон в ее руках лежит, как влитой. Сколько у меня лежит на телефоне денег, чтобы общаться? Я раньше нажимала звездочку 100 и решетка. Теперь мне говорят, зайдите туда, мегафон плюс 6. А как туда зайти и что там, как разобраться, я не могу. И когда я обратилась к Илюше, он говорит, я вам это помогу. Если проект будет востребован, количество площадок увеличат. По мнению организаторов, это отличная возможность адаптировать пенсионеров к современным устройствам. Так они смогут оплачивать счета и общаться, не выходя из дома. Мне, конечно, в этом сюжете очень поразили вот юные наставники, которые так по-взрослому, с таким интересом, с такой добротой и теплотой отнеслись к возрастным теперь уже ученикам. Это прям здорово очень. Я когда-то сильно раньше столкнулся тоже с определенной, проводили определенные мероприятия. И молодежь вот этого же возраста мы как раз в парах были с определенной категорией, с детьми с определенными особенностями. И я очень тоже переживал. Но был поражен, насколько, оказывается, я не очень хорошо, прости господи, думаю о наших детях, насколько они отзывчивые, насколько они добрые и внимательные. И когда подошли к этому реализации этого проекта, у меня не было сомнений, что все это получится, потому что надо в нашу молодежь верить. Она искренняя, она добрая, но она настоящая, вот правда. Они с таким нетерпением ждали. Это надо было видеть, как они встречают, как они построились, как они провожали, как общались, как рассказывают. Какой на них груз ответственности? Да. С одной стороны, да, стоят, конечно же, но в стороне. Все-таки, вот мы видели сейчас в сюжете, что в стороне стоят преподаватели, наблюдают, а вот именно с участниками, конечно же, на них, на юных тьютеров. Тьютеров, да. Красивое слово. Красивое слово, да. Хорошо. И, конечно, это очень здорово. Как раз вот то, что мы говорим, связь поколений, вот здесь на 100% это и важно, это выигрышно, они обоюдно обогащают друг друга. Вот, только хотел сказать, это же обоюдно, обоюдно обогащают на самом деле. И молодые, и взрослые, ну, прям комбинация феерическая получается. То есть пропасть сокращается. Сокращается. И вот мы в сюжете говорили о том, что если будут запросы, а запросы уже появились. И мы даже в девятой школе со следующей недели добавляется еще один класс, будет два класса. В Звенигороде приходят люди, изъявили желание. Так что запрос есть. И мы надеемся, что, да не то, что надеемся, первый блин прошел не комом, а дальше пойдет все еще лучше, к России интереснее. А у нас звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Я Каримова Раиса Фатыховна. Добрый вечер. Здравствуйте. Рассказывайте. О чем задавайте вопросы? Являетесь ли вы представителем клуба активное долголетие? Так точно. Так точно. Откуда узнали? Как попали? Кто вам рассказал? О чем? О том, что существует такое замечательное направление на территории нашего округа, и оно дает возможность... Да вы что? Я уже в этой организации два года. Замечательно. Насколько изменилась ваша жизнь благодаря клубу активное долголетие? Что вы приобрели за это время? Вы знаете, вот мне 82 года на сегодня. И я настолько благодарна Богу в первую очередь, а во вторую вот этой организации мы и на фитнесе ходим, и на экскурсии нас возят. А сейчас вот подключили нас по изучению вот этих телефонов, вот такого большого телефона, для того, чтобы более смелее на кнопки нажимали, знали, что, чего и как. Уверенно держали в руках смартфон? Да. Да, да, да. Вот у меня тетрадочка, где мне мой руководитель Александр, он, по-моему, 11 класс, молодой человек, прямо очень-очень такой, так спокойно. Я даже не думала, что вот сейчас молодежь, все ведь а этот аккуратненько, спокойненько, и вот схему нарисовали, завтра еще иду на занятия, но теперь уже и у меня вопросы появились, то есть я думаю, в скором времени станете уверенным пользователем смартфона. я не случайно вам мой возраст сказала. Всем в вашем возрасте иметь такое же желание. Потребность, потребность. Спасибо вам большое за позитив, за энергетику, за ваш звонок, очень здорово, что вы у нас есть, и вы нас тоже обогащаете этим. Спасибо вам. Иван Александрович, ну скажите, как проходят занятия, как часто, в какое время? Вот если мы говорим про данный проект, твой друг смартфон, который только стартовал вчера, а сегодня он уже приобрел такую популярность. Ну, действительно, проект стартовал в двух школах, проходят занятия по вторникам и четвергам, в 10.30 начинается занятие в 9 школе, в 11.00 начинается занятие в 4-й школе города Звенигород. Безусловно, с началом учебного года немножко график поменяется, потому что в приоритете, конечно, будет образовательный процесс, а уже после него мы продолжим, не закончим, продолжим, потому что курс один рассчитан примерно на 10-12 занятий. Вот мы 10-12 занятий пройдем. Сколько в группе человек? Пройдем сейчас, вот в первый день вчера мы ограничились пятью человеками, не потому что нет желающих, и ребят больше, и трудовые отряды, там по 15 человек, готовы всех принять, но вот как мы все-таки решили взять не количеством, а качеством, понять все-таки проект пилотный, надо начать его правильно, грамотно, но вот опять же, слыша запросы, уже у нас количество людей добавляется, ну и дальше мы уже там планируем вот после первого курса посмотреть, мы что взяли с одного источника, с другой источника, а потом все-таки хотим сделать авторскую программу, защитить ее, утвердить ее и реализовать данную программу, уникальную программу на территории Денцовского городского округа. Может показаться, что члены клуба «Активное долголетие» занимаются только лишь спортом, танцами или творчеством, но это далеко не так. Члены «Активного долголетия» путешествуют сейчас, они путешествуют в рамках территории муниципалитета и совсем недавно посетили нашу знаменитую усадьбу в Захарово. Давайте посмотрим, о чем рассказал экскурсовод. По местам детства великого поэта участники проекта «Активное долголетие» посетили парк Захарова, узнали о подробностях жизни Александра Сергеевича Пушкина в бабушкиной усадьбе, оторваться от увлекательного рассказа экскурсовода Людмилы Класинской было невозможно. Даже моросящий дождь не испортил настроение гостям. Людмила Федоровна это вообще кладезь необычайный человек. Я с ней впервые познакомилась в нашем литературном объединении Парнас, Одинцовский, Лито называется. И мы когда разговорились с ней, она говорит, а я еще экскурсоводом была. Я говорю, Людмила Федоровна, вы представляете, мы очень бы хотели, поскольку вырвались из карантина, очень бы хотели попасть на экскурсию вот Захарова, большие веземы. Она сказала, я с удовольствием это сделаю и проведу. Поистине русский, бунтарский дух и уникальный литературный слог сформировался у поэта именно в этих местах, рассказывает Людмила Федоровна. Детство среди крестьянского быта и традиций в окружении природы оставили след в жизни и литературе Пушкина. Есть такая как бы байка или что сказать, такая история неподтвержденная, что он был, как его дворовые называли, не мой мальчик. И возможно, благодаря тому, что вот летом он бывал здесь в моем любимом Захарова, как он писал к своему другу Юдину, он как раз приобрел вот этот дар быстро говорить, общаться и даже хулиганить. Потому что он очень любил такие русские народные игры, как лафта и с дворовыми детьми часто купался в пруду. Слушать такие истории, гулять и наслаждаться природой, отдыхать духовно большое удовольствие, говорят участники экскурсии. Именно теперь, выйдя на пенсию, для этого появилось свободное время. У меня сейчас так сложилось обстоятельство, что я могу активно посещать экскурсии. Я очень благодарна активному долголетию за такой проект, что могу столько, несмотря на какие-то ограничения, столько посещать экскурсии. Участники программы «Активное долголетие» посетили уже две экскурсии. Познакомились с историей рода Голицыных в Веземах, узнали о дачных театральных сезонах на Баковке. Теперь в их копилке еще и поездка в Захарова. Я хочу сказать, что все экскурсии и все занятия в клубе «Активное долголетие» проходят на безвозмездной основе, совершенно бесплатно. У нас есть звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я у вас хочу спросить. Я не являюсь членом клуба «Долголетие», а могу записаться на курсы компьютерной смартфоны. Можете, конечно, да, Диман Александрович? Абсолютно. Можете записаться на курсы и прямо на курсах вас могут помочь. А завтра вот нам буквально звонила Раиса, говорила, что завтра будут занятия. Может быть, вот прям скажем, может быть, подойдет уже наш телезритель? Да, если это в городе, проживайте в городе Одинцово или рядышком, пожалуйста, девятая школа, 10-30, подходите там и помогут стать членом клуба «Активное долголетие». А если за Нигород, это четвертая школа, мы ребят предупредим. Как вас зовут? Откуда вы? Я из Одинцово, я живу на улице Молодежной, меня зовут Надежда Петровна. Надежда Петровна, ну вам прям недалеко от дома девятая школа, завтра в 10... А вот скажите, где такая девятая школа? Да, девятая школа в 10-30. Нет, где она находится? Девятая школа на улице Неделина. Северная. Северная. На улице Северная. Все, мы запутались. Девятая школа находится за зданием детской больницы, детского стационара на улице Любы Новоселой. Любы Новоселой, да. Я думаю, что оставьте, пожалуйста, помощником ваш мобильный телефон, мы после эфира с вами свяжемся, расскажем, где находится девятая школа. Завтра в 10-30 приходите на занятия, и уже не только станете членом клуба активной долголетия, но и прям сразу приступите к обучению. Зачем откладывать? Не откладывать нельзя. У нас остаются вот прям считанные минуты, но мне бы хотелось, чтобы в финале нашего эфира, Иван, вы бы сказали о том, что возрастной ценз для членов клуба активной долголетия немножечко изменился. Да, остались 55-60+, но появилась еще одна цифра. Еще одна категория появилась. Мы все-таки не забываем, руководство области не забывает, что есть еще пенсионеры, которые досрочно выходят на пенсию за услугу лет, и по другим там показателям появилась теперь категория у нас 50+. То есть вот не надо ждать, когда тебе стукнет 55 или 60, если ты в 50 уже пенсионер, добро пожаловать, ждем с распростертыми объятиями. Активности хватит всем, а если чего-то нет, то вы всегда можете выйти к руководству клуба с инициативой, со своим проектом, и возможно его поддержат и в самое ближайшее время реализуют. Безусловно. Иван, спасибо за беседу, спасибо всем телезрителям, что были сегодня с нами, звонили в прямой эфир телеканала. Будьте счастливы и здоровы. Берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok